Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестирую больше 20 лет, инвестиционный портфель около 45 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале еженедельно. Продолжаю ролики с ежемесячным прогнозом курса доллара. Это самые подробные фундаментальные ежемесячные ролики по теме курсов валют. Сегодня будет прогноз доллара на ноябрь. Будут освещены новые курсообразующие факторы, актуальные события и тенденции, влияющие на валютный рынок. Коснусь юаня, ну это теперь уже становится актуальным. Думаю, понятно, что сейчас прогнозы делать крайне сложно. И суть будет не в прогнозном значении, а в логике и в понимании текущих и будущих процессов на валютном рынке. Итак, приступаю. Смотрим график. Хорошо видно на графике, что курс доллара после попытки активно пойти вверх, начал все-таки возвращаться в сторону 60 рублей. Все-таки сказывается дефицит текущего счета. Торговый баланс до сих пор смещен в сторону экспорта. То есть долларов от продажи энергоносителей страна продолжает получать много. Таким образом, выходящий валютный поток для импорта все еще заметно меньше входящего в страну. Именно такой присутствующий перекос и продолжает давить на курс доллара уже несколько месяцев. Причем, похоже, с импортом дела обстоят все еще вяло, а экспорт энергоносителей даже растет. Но об этом чуть позже. Кстати, вполне возможен и резкий рост импорта, лавинообразный. Но это нереально спрогнозируется совершенно. Я не возьмусь во всяком случае. Однако, стоит иметь в виду, что такая вероятность есть. В общем, впереди частичное восстановление импорта и в основном за счет активизации схем параллельного импорта. Это придет со временем. Мы от этого никуда не денемся. Соответственно, баланс импорт-экспорт стабилизируется. И курс доллара, и курс других валют тоже устаканится, но, возможно, на несколько иных уровнях. Ну и с большой вероятностью выше, чем сейчас. Вот. А теперь давайте раскрою тему и экспорта. Важнейший составляющий курсообразующего баланса. Здесь как раз много интересного. На данном этапе все довольно неплохо. Даже снизились вынужденные дисконты при продаже танкерной нефти. Но при этом снижается мировая цена на нефть под угрозой углубления глобальной рецессии. Ну вот, график по Юрлсу я вам покажу, чтобы не быть голословным. Недавний рост нефти, который вот хорошо виден на графике, был связан с решением ОПЕК+. Так и сократить добычу, несмотря на просьбы США не делать этого. Так вот, европейцы продолжают постепенно отказываться от российской нефти. Этот процесс даже ускорится в декабре. Я об этом уже много раз говорил. Сейчас идут активные обсуждения введения предельных цен на покупку российской нефти и газа. Вроде договорились уже, назывались варианты предельных цен на нефть. С газом дело идет гораздо сложнее. Впереди зима, а именно она и осложняет подобные договоренности. Америка и Европа продолжают генерировать идеи и схемы для уменьшения потока нефти и газа долларов в Россию. Думаю, что вот как раз таки на фоне активизации подобных обсуждений сейчас растут продажи российских энергоносителей на азиатские рынки. Декабрь, ну и кстати не только на азиатские, в том числе и на европейские. Декабрь уже близко и до декабря есть вероятность даже роста объемов продаж нефти, в том числе и в Европу. Вот об этом я сказал чуть выше. В связи с этим предполагаю, что как минимум до декабря у рубля будет возможность воспрянуть духом. Но это только возможность. Чисто по логике это вполне реально, особенно при совпадении увеличения потоков нефтедоллара в страну с налоговыми периодами у экспортеров. Вполне может быть. Тем не менее, я не вижу предпосылок для очень сильного укрепления рубля. Однако может и это прилететь. Как я уже говорил, некоторые текущие курсообразующие факторы предсказать совершенно нереально. Важно понимать, что баланс импорта и экспорта это сейчас основное в курсообразовании. Поэтому я и раскрываю эти темы столь детально. Но есть и другие факторы, которые обуславливают текущую динамику курсовую и порой усиливают волатильность курсов валют. Например, всем известно, что российские финансовые власти сейчас активно убеждают население и даже бизнеса не держать безналичную недружественную валюту на своих счетах. И это продолжается до сих пор. Объясняется это дело прежде всего возможными санкциями со страны Запада. Но я об этих предполагаемых санкциях на национальный клиринговый центр уже говорил много раз. Сейчас детализировать и оценивать вероятность такой блокировки не стал. В последнее время чиновники от финансовых властей немного сменили тактику и все чаще выступают с долгосрочными прогнозами по доллару, в которых фигурирует совершенно небольшой курс доллара. Видимо, по их мнению, участники валютных торгов, не увидя большой потенциальной прибыли, не полезут в доллары или даже начнут выходить из различных валют. Они уходят от долларов и евро в сторону не только дружественных валют, но и в сторону рубля. Этот процесс продолжится. Конечно же, это давит на курсы и прежде всего недружественных валют. Степень давления оценить очень сложно, но как-то охарактеризовать этот процесс можно, посмотрев на объемы торговли юанем. Там продолжаются рекорды по объемам торговли. А юань выбирают потому, что многим очевидно, что именно Китай теперь будет основным внешнеторговым партнером России. Ну, тут, в общем-то, без сюрпризов. Тут все логично. Я тоже довольно большую часть долларов, но, конечно же, не все, поменял на юаня. Я это рассказывал в закрытом канале и обосновывал этот свой шаг. В общем, процесс дедоларизации экономики России сейчас явно на стороне укрепления рубля. А вот мутеж с предельными ценами на нефть и отказом Европы от российской нефти и газа будут укреплять доллар со временем. И про импорт, кстати, не стоит тоже забывать. Так, не буду ходить по кругу, продолжу. В ноябре может произойти выпуск недружественных инвесторов, нерезидентов с Мосбиржи. Но это не точно. Про него снова сейчас замолчали. Тишина. Предполагается, что такое событие, если оно, конечно же, произойдет, то оно поддержит доллар, но мощного и долгоиграющего влияния, скорее всего, не будет. Все это, в общем-то, понимают. Повторюсь, основное – это торговый баланс, которому я уже сегодня уделил много времени. При устойчивом или даже резком росте импорта график по курсу доллара может временно пойти вверх. То есть при определенных условиях курс доллара вполне может нацелиться на 70 рублей. В ноябре такая цифра все же не просматривается при отсутствии каких-либо мощных форс-мажоров, а вот в декабре вероятность увидеть это значение повышается. Но у меня здесь прогноз на ноябрь, о нем и расскажу. Кстати, надеюсь вам понятно, что и евро, и дружественные валюты будут показывать похожую динамику относительно рубля, как и доллар. Ну, естественно, через кросс курса доллара. Динамику не один в один, а именно похожую. Вот, уже подхожу ближе к прогнозу, но сначала порекомендую прочитать информацию на экране, это недолго и несложно, отвлекитесь, а я продолжу. Если импорт так и останется вялым, и его еще сильнее запретят, например, а поток нефти от газа долларов останется, например, на том же уровне или даже вырастет, то рубль начнет укрепляться снова в сторону 55. И, кстати, такой расклад может оказаться вполне рабочим, потому что, как я уже сказал выше, перед декабрем вполне реально может вырасти объем продаж российской нефти даже в Европу. Но курс 55 я не обещаю, просто есть вероятность именно такого вот расклада. И, кстати, стоит понимать, что при таком или похожем низком курсе, если он продлится долго, исполнение бюджета страны совсем будет выглядеть плохо. Там и по текущему-то курсу уже реальные проблемы с наполнением бюджета. А это означает, что с большой вероятностью Минфин и Банк России попытаются поддержать курс доллара. Метод уже известен. Это разговоры об аналоге бюджетного правила. Если вы заметили, то особенно активно об этом говорить начинают именно в периоды укрепления рубля. Это, по сути, вербальные поддержки курса доллара от финансовых властей, которые, к слову сказать, работают. Ну, правда, не слишком эффективно, но, тем не менее, работают. Что еще произойдет до ноября и в ноябре, мне неизвестно. Реально сейчас вот очень интересно обсуждение ограничений продажных цен на российскую нефть. Какова будет цена отсечения, ну и как все это дело реально внедрится. Существенными могут оказаться также перспективы глобальной рецессии. Все это, конечно, заспособно повлиять на курс доллара и других валют. А вот изменение ключевой ставки в России серьезно повлиять на курс валют уже не может. На этом, собственно говоря, я не буду останавливаться. Сейчас, кроме всего прочего, также стоит обратить внимание на геополитику и внутренние страновые процессы. Серьезные изменения могут прилететь отсюда. Но эту тему я традиционно не раскрываю, канал у меня не политический. Вот, пора уже переходить непосредственно к прогнозу. Ну, собственно, сейчас и перейду. В ближайшее время курс доллара может быть ниже текущих значений. Это реально, например, из-за близости налогового периода, из-за волатильности нефтяных цен, из-за пробуксовки импорта. Затем наиболее вероятным движением будет рост курса доллара по причине восстановления все того же импорта. Но ноябрь перед декабрем. Жду роста объемов продаж нефти, возможно, и газа. Как раз таки перед декабрем. Поэтому именно на ноябрь я не стану прогнозировать заметный рост курса доллара. Ограничусь значениями в коридоре 60-63 рубля. Если, конечно, обойдется без черных лебедей, вызванных геополитикой и санкциями. Вот, лично я продолжу покупать доллары, если они мне будут нужны. Доллары мне периодически необходимы бывают для приобретения иностранных акций, которые я тоже продолжаю покупать в инвест-клубе и все там объясняю. Продолжу покупать и юани, и гонконгские доллары, если вновь возникнут низкие интересные уровни. Такими покупками дружественных валют я меняю структуру валютного кэша для ухода от риска. Это тоже все уже объяснял, и не раз часто повторяться не вижу смысла. Ну вот как-то так. На сегодня это все. Всем здоровья, мир и да пребудет своим сил сложного процента.